Мы на месте. Мы приветствуем Инту. Интересуемся, готова ли она к диагностике и чистке, доверить ли она нам свой биополин на период сеанса. Она стоит в ластах, у нее во рту трубка и на глазах большие очки для плавания. И она кивает. И еще у нее как сверху, как серебряный, то ли дождь, то ли вода полностью вокруг нее. Давай начнем с этого серебряного дождя или энергия. Что это? Как дождь серебряный. Хорошо, сканер, просканируй пространство над головой Инты, соберю всю эту энергию, серебряную, это дождь, вокруг нее в шар перед ней. Пошел процесс. Готово. Отправляю в клетку тюрьму эту энергию. И сканер, просканируй сейчас Инту и сними с нее пласты, трубку и что еще там было, Вера? Маска. Очки, да, маска. Очки, маску и маску. Она потеет, и ей плохо видно через нее, и через трубку трудно дышать, ей надо голову повернуть, чтобы увидеть что-то. Понятно, сейчас все сканер уберет. Челюсть у нее устала от трубки. Челюсть что? Вышла. Устала от трубки. Устала от трубки. Находит все. От этих ласт, трубки, маски и этой серебряной энергии в шаре выстраиваются каналы к ответственным, притягив клетку тюрьму. Стоят в клетке тюрьмы мои заложники. Рептилоид и два Грея, это? Хорошо. Дальше идет Лизард. Лизард. Инсектоид. Инсектоид. И бес. Восемь. И восьмой бес. Хорошо. И он как качается в разные стороны, показывает, что она ее тянет то вправо, то влево. Кто качается? Бес. А что ты ее тянешь влево и вправо? Раскачиваю. А зачем? Негатив. Грей, это ваш эксперимент или рептилоида? Они друг на друга смотрят, они вместе работают. Хорошо. Цель этого эксперимента? Причем уже давно и постоянно наращивают. Там еще есть конструкция, кроме этого. Хорошо. Перейдем, как мы начнем работать. Нам надо вывести и эту конструкцию. Скэнер. Просканируй сейчас. Инту. На чистоте рептилоида Греев и их подключек. Выведи эту конструкцию, которую мы еще не вывели в биополе. Подсвечиваются все чипы и датчики, импланты и конвекторы, связанные с этой подключкой. Скэнер их видит, отключает все и выводит из ее биополя до 100%. Пошел процесс. Это не ходит информация. Семь лет назад они начали добавлять понемногу. Значит, в скэнер выводит сейчас спираль из рук на плечах платы и идет на позвоночник, к шее. От этого она испытывала тяжесть в плечах, голове, глазах и руках. От этого они показывают, как это действовало. Это придавливало ее, когда она что-то хотела думать, делать, что выходило из-под их контроля. Она сразу срабатывала тяжестью и болью. Понятно. Значит, они переняли полностью контроль над ней посредством этой конструкции, давая ей боль в тех ситуациях, когда она что-то не должна была делать. Это прямое вмешательство в ее жизнь. Вы нарушили многие законы мироздания. Я не знаю, как это для вас закончится печально сегодня. Для любого она будет. Семь лет вы находились в биополе, правильно? Да, семь лет добавляли одно за другим. Мы изучали ее, подходит, не подходит. Решили, что подходит и оставили ее в рутине, чтобы она не двигалась дальше вот этого дождя, которым они ограничили ее. Это как оболочка такая. Идем дальше. Конструкция вышла? Да. Отправляю ее в клетку-тюрьму. Лизар, сколько ты присуствуешь в этом биополе? Два года. Инсектуэт. Сколько у тебя инкубатор в биополе находится? Он строит один, половина построил нижнюю часть. Сколько ты находишься в биополе? Один год будет. И без. Восьмой. Сколько ты присуствуешь в биополе? Восемь месяцев. Кто из вас присутствует в квартире, где живет Инта? У меня есть палата в ГРЭ. Ну, что мне сказать. У нас сегодня нет чистки квартиры, у нас сегодня есть чистка. Человек пока чистку не заказывал квартиры, поэтому мы не можем в квартире ничего сделать. Будем работать с вами. Итак, начинаем с реверса энергии, дой команды тонкой копии Инты, спровицировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам. Энергия страха, энергия неуверенности, энергия всех болезней. Все, что она могла получить от них, возвращается к ним. Усилие потоки в 50 раз. Какая цель вашего эксперимента, Грей? Откачка энергии, воровство энергии? Контроль. То есть вам надо контролировать полностью, чтобы человек ничего не делал по своей воле? Даже не в этом дело. Рептилоид подстраивается под нее и пытается быть человеком, жить за нее, решать, говорить. Хорошо. Считай цифры, пожалуйста, рептилоиды над головой. 202. 202. Ты военный? Да. Ну, это уже меняет совсем другой разговор. И зачем тебе ощущать это все? Ты хочешь быть человеком, у тебя души нет? Нет, сделать ее военным объектом, когда это будет нужно. А какой военный объект может быть женщина? Каким военным объектом? Программа. Когда будет время, включится программа. И что она будет? Я ее руками это сделаю. А что ты собираешься делать ее руками? Неадекватные действия. Какие неадекватные действия? Рептилоид, у меня такое ощущение, что ты хочешь со мной познакомиться более близко. Я тебе не рекомендую это делать. Или ты мне рассказываешь все, или я начинаю на вас... Я не рассказываю все. Ты сам посмотришь, что творится в мире. Людей много становится неадекватно. Как ты думаешь, почему? Ты же не это хотел сказать? Нет. Более проще. Он показывает это люди, которые выбегают с краской, забрасывают что-то. Они одиночки. Они могут залить там портреты, картины какие-то. Я понимаю, да. Об этом идет речь. То есть неадекватные такие поступки, которые человек никогда не мог сделать сам. И внезапно у него появляется очень сильное желание бросить какую-то краску или сделать какой-то одиночный, может быть... Выпад, да. Выпад. Выпад. Хорошо. Ну, теперь я тебя понял. Хорошо. Реверс закончился. Устанавливали фильтры с золотой сеточкой на все каналы в порядке реверса. Инта забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная, чистая. Один, два, три. Что возвращается? Ну, ей идет, во-первых, человеческая энергия возвращается. Во-вторых, ей в голову, как слово идет, сознание. То есть ее сознание возвращается. Вот. Если этого сознания нет, тогда она действительно подвержена любым программированием и не может больше сопротивляться, потому что она даже не понимает, что ей манипуляция. Потому что в ней много этой энергии, которая как дождь, она как фольга цветом. Она вернулась? Она вернулась? Хорошо. Значит, эта энергия перекрывает возможность человека адекватно воспринимать информацию и действовать. Я думаю, таких людей сейчас очень много на Земле. Поэтому эмоциональное состояние, его контроль, задача номер один любого живущего на Земле. Свой эмоциональный контроль. Кто его не держит, тот подвержен любому воздействию таких сущностей. Хорошо. Как у нас там? А рептилоид говорит, что это происходит настолько медленно, шаг за шагом внедряется эта энергия, что человек не понимает уже, где его действия, а где навязаны. Понятно. И он не понимает, почему это делает. Понятно. Если это уже 7 лет вы находитесь в биополе, и она до сих пор не заметила. Она заметила тяжесть в плечах и во всех органах. Как вы объяснили, вы включали эту программу, этой боли именно в тех случаях, этой тяжести, когда она действовала по своему усмотрению. Это одно, а другое, что они оттягивали от нее родные энергии. Она переполнена уже вот этой энергией, как фольга, которая чужеродная и неприятная. И сколько процентов было этой энергии, так сказать, вытеснено, ее сознание? У нее вообще осталось свое сознание? Осталось. 13% всего забрали. Ну, видишь, этого, видимо, достаточно 13% для того, чтобы уже оказать какое-то влияние. Хорошо. Реверс заканчивался. Начинаем с вытаскивания того, что осталось. Инсектоид. Выходи, отключайся полностью, вытаскивай все, что ты оставил на своей частоте, все крепления. Ничего не забывай, возвращайся назад, доклады о готовности к проверке. Проверка будет проведена сканером несколько миллионов герц. Приступай. Готов. Идем дальше. Лизард, ты находился в сердечной чакре, да? Да. Как ты усиливал все? Что ты усиливал? Какие эмоции? Выходи, отключайся полностью, вытаскивай свое гнездо и свои энергии, рассказывай, я тебя слушаю. Аня, на сердечной чакре стоит такая, как сетка круглая по всей чакре. И вот эта трубка, которая была, не давала дышать хорошо, правильно, полной грудью, так сказать. Передавляла. И лизард. Да, лизард. И воздуха не хватало. Лизард этим пользовался. Понятно. Снял сетку. Хорошо. Итак, у нас остался рептилоид и два Грея. На вашей частоте что-то осталось не вытащенным? Да, есть еще. Подсвечивается то, что еще не вытащено. Сканер видит это, отключает, выводит. Что это, Вера, и где находится? В спираль она проходит от головы вниз по позвоночнику. Она больше затрагивает спиной мозг. Пусть вытаскивает все. Через нее происходит пульт управления. Усиление. Готово. Отправляя спираль в клетку-тюрьму, выстраивая прямой канал от Инты к этой спирали, Инта дает реверсам эту спираль все, что негативное и патогенное, что она получила от нее. Один, два, три. Мощный поток пошел назад. До ста процентов. И тяжесть возвращается темным цветом. В спираль возвращается тяжесть. Да. Хорошо. Готово. Устанавливали фильтр с золотой сеточкой на этот канал и в порядке реверса. Инта забирает все чистые, светлые, божественные энергии. Обратно пошла энергия божественная и чистая. Один, два, три. Все, что на чистоте Инты находится мощным потоком, пошло назад. Забираем все свое по праву. Здесь поток яркий идет такой. Он как рассыпчатый. Он идет во все чакры энергии. Легкость идет. Готово. Хорошо. Идем дальше. Бес. Скажи мне, где находятся лярвы в биополе? С таким воздействием они должны быть в биополе Инты. Он показывает у нее на плечах, как такое темное облако. А еще где? Живот, ноги, сердце. Лярв нет. Затемнение там есть? Затемнение есть. Хорошо. Ты хочешь получить затемнение лярвы? Да. Значит, сначала выходи, отключайся полностью, снимай все, что я оставил в ее биополе, на месте, доложи, что ты все снял. Я дам тебе отдельную команду на лярвы из затемнения. Приступай. У него на руках веревки, которыми он раскачивался в ней, право-влево, снимает. С рукой на ногах тоже есть. Как она реагировала на твои веревки? Какие действия она совершала, когда ты дергал за них? Что это было? Раздражение. Крик, скандал, неприятное, плохое настроение. Что там было? Деструктив. Но он выводил на все, на это. То есть, что получится, какая ситуация, но цель была именно понижение на негатив. Ну, конечно, потому что понижается вибрация, у него самого 8 Гц. Чтобы там удержаться, ему, безусловно, не нужны высокие вибрации. Все снял. Хорошо, разрешайте снять эту лярву и забрать все затемнения, которые находятся в ее биополе. Забирай, вытаскивай, возвращайся назад. Приступай. У него вокруг лица затемнение лярвы на плечах. Да. Сердечная чакра затемнения. Немного нижего-то. Все. Все забрал? Да. Идем дальше. Даю команду на рассинхронизацию инты с рептилоидом, двумя греями и всеми их артефактами. С лизардом, инсектоидом и бесом. Пошла рассинхронизация до 100%, заканчивается автоматически. Из конструкции. Готово. Даю команду скэнеру на контрольную проверку. Пошла проверка. Чисто. Помогаемая энергия отключит все каналы на счет 3, 1, 2, 3. Удар. Отлетает каналы, открывая воронку в галактическое ядро, они уходят на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Все прошли проверку. Лизард. Первое и последнее предупреждение. Ты больше никогда не войдешь в это биополите. Это понятно? Да. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте лизарда. Забирает, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатаю, растворяю. Инсектоид. То же самое касается и тебя. Больше не приходи. Понятно? Понятно. Открывается наверху портал против часовой стрелки на чистоте инсектоида. Забирает, что принес, уходит на свою чистоту. Закрывая, печатаю, растворяю. Хорошо, без. Я тебе могу только рекомендовать покинуть эту квартиру, в которой живет Инта. Потому что если придет просьба очистки, через 10 минут я тебя достану. Если я тебя достану, я не буду с тобой такой дружелюбный. Тебе это понятно? Да, понятно. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте беса. Он уходит на свою чистоту, закрывая, печатаю, растворяю. Инта. Дело в том, что вы нам не дали разрешение на чистку вашей квартиры. Соответственно, у вас стоят платы. Эти платы, скорее всего, стоят над вашей кроватью. Грей, подтвердите, где стоят платы? Коридоры, кровь и спальня. Хорошо, я не могу вас в таком состоянии оставить, даже если вы не понимаете о важности того, что эти платы не должны находиться рядом с душами живых людей. Я попробую сейчас убрать, но не забывайте, что у вас остаются другие подключки в доме, другие сущности, и порталы открыты. Через эти порталы заходят, соответственно, любые другие сущности. Открывается портал в квартиру Инты. Силом его намерения срываются все платы на чистоте Грейва и Рептилоида. По всей квартире формируется большой шар из них, и по каналу притягивая их в клетку-тюрьму. Все платы до 100% вместе с их энергиями летят в клетку-тюрьму. Да, будет так, а так есть. Но не здесь они таким же цветом, как фольга. Закрываю портал, опечатываю, растворяю. Хорошо, Ли, я прошу тебя выйти со мной на связь. Ли, на связь. Ли, приветствую тебя. Посмотри, пожалуйста, у меня здесь Рептилоид 202-й военный, два Грея, и очень много артефактов от них. Мы даже вытащили платы из квартиры сейчас, потому что оставлять ее в этой квартире с этими платами, это не совсем хорошая идея. Забираем, забираем артефакты все тоже. Хорошо, благодарю тебя. Готово. Идем дальше. Выходит эмоциональный фантом Инты, проецирует все негативные программы, негативные мысли, формы, а также все низкооперационные эмоциональные фантомы. Фантом выходит. На нее фантом такой сгорбившийся вышел, а у нее на плечах и на спине вот этот вот как горб из этой темной энергии, и ей тяжело дышать. Понятно, хорошо. Фантому тяжело дышать от этих энергий. Хорошо, Инты эти энергии вы сами сгенерировали, здесь уже никто вам не мешал. Вы готовы отказаться от этих энергий? Да. И сбросить их. Сворачивая энергии в шар, открывая воронку в галактическое ядро, и шар уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Поехали по частотам. Переходим на частоту магическое воздействие. Для таковой силы было, но проявляется. Здесь фантомы артефактов, некоторые из них спираль, например, вышла. Все выходит, все артефакты, все фантомы, открывая воронку в галактическое ядро, и сбрасывая это все на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Переходим на частоту герц. Пошел подъем. Готово. Синхронизируется энергия вибрации, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. Один, два, три. Хорошо, Инта, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете сейчас? Я вся была энергиями, моими настоящими, родными. Это так приятно. Совсем другая сила внутри, не тяжесть, а именно сила. Каждая чакру ощущаю наполненной и сильной. Отлично. Обратите внимание на наши слова по поводу вашей квартиры, которая осталась нечищенной, с открытыми порталами. Я только убрал самое необходимое, что я мог сделать, потому что оставлять с этими энергиями вас в квартире, и это равнозначно было бы опять подключить вас к этим сущностям. Соответственно, сейчас я их убрал, но осталось что-то, что я еще не видел. Хорошо, будем возвращать вас назад. Для освоения энергии вибрации возвращаем тонкую копию Интовой и ее системы Биоробот Душа. Заводим, подключаем к каждому органу клеточки и зеленьки головного мозга. Проходит полная синхронизация, гармонизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключаемся от объекта, поднимаемся в комнату диагностики. Пошел подъем. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»